Микс Ньюс 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 понял. Читается, в принципе, это даже как мемуарный литератур, потому что ощущение, что это как будто бы по реальным событиям написано, настолько все это как будто живо и... Ну, в основе, конечно, романа реальные события, абсолютно реальные события, которые, кстати говоря, почему-то не получили в нашей даже филологической науке мемуарной, никакого освещения. Это такая очень громкая, так сказать, интрига с попыткой исключить из партии осенью 83-го года при Андропове одного из крупнейших тогдашних советских русских писателей Владимира Солоухина. И всегда бывает, значит, странновато, думаю, ну что ж такое, там, про Давлатову пишут диссертации, как он где-то напился и там наскандалил. Это уже тема для кандидатской диссертации, понимаете? Вот. А про вот эту очень серьезную, уходившую на самый верх интригу, ни слова, как будто ее не было. А я оказался тогда, как редактор газеты «Московский литератор», была такая газета московских писателей, вовлечен в эту интригу и как бы знал все, вот как очевидец и участник этих событий. И мне захотелось написать небольшой такой мемуарный очерк вот из цикла по ту сторону вдохновения. У меня несколько лет назад выходила книжка, вот эссе, она так и называлась «Рассказы о писательстве». Вот как вообще у писателей все это происходит. И надо сказать, что она была просто сметена читателями, покупателями, потому что оказалось это очень интересно всем. Хотя это не художественная книжка, это сборник эссе. Вот. И я для переиздания этого сборника стал, сел писать вот такой мемуар, как сейчас молодежь говорит. Но когда я начал писать, я вдруг понял, что хорошо, но это будет читать мой ровесник, но человек на лет 10 меня помоложе, ему все понятно. А уже 40-летний, 30-летний, он не понимает, он этого социума не знает, правил, так сказать, той жизни не знает, законов, так сказать, вот того творческого мира не знает, как власть, общалась с творческими деятелями, не знает. Это все надо рассказать. И я стал реконструировать эпоху. И так увлекся этой реконструацией, что я вижу, что это уже такой большой, так сказать, мемуарный текст и с такой, в общем, романной интригой. И в результате у меня получился такой мемуарный роман. Потому что, конечно, это роман, это не мемуарная книга, как, скажем, замечательный алмазный мой венец Валентина Катаева, который я во многом держал как образец. Но, в отличие от Катаева, у меня до последнего момента все действовали под своими фамилиями. Солоухин был Солоухиным, Андропов был Андроповым, Поляков был Поляковым, вот, и так далее. Евтушенко был Евтушенко и так далее. Но на самом последнем этапе я решил проверить свои, так сказать, воспоминания, потому что документов не сохранилось, это было тогда, пожгли все же, когда, так сказать, партию-то разгоняли, вот, все эти протоколы. И я стал заводить разговоры с теми людьми, которые тоже участвовали тогда во всей этой вот истории, попытки исключить Солоухина из партии за передачу за границу ненаписанных рассказов. У меня в романе они фигуруют как крамольные рассказы. И вдруг я понял, что у них совершенно другие версии событий. Даже вот голосование, кто за исключение был, кто против, я хочу успокоить, читатели, его не исключили. Вот, значит, они называли совсем других людей. И я понял, что, видимо, я слишком понадеялся на свою память, и в последний момент Солоухин стал Кавригиным, Поляков полуяковым, но Андропов остался Андроповым, тут же я не стал в большую политику вмешиваться. И в последний момент вот я поменял имена. Но в основе на 99% это, конечно, так сказать, роман, основанный на реальных событиях. Секс в СССР. Я знаю, что вы были участником той самой передачи, где прозвучала фраза знаменитого СССР «Секса нет». Вот, может, как это связано? Это непосредственно связано. Я действительно был на этом круглом масте, круглом, как его зовут? Телемост. На прямом телемосте. Вот, значит, потому что мы незадолго перед этим вернулись из большой поездки по Соединенным Штатам, ну, и тогда человек, один раз побывавший в Соединенных Штатах, считался специалистом. Нас как специалистов пригласили. И, значит, я очень хорошо помню эту фразу этой дамы. Дело в том, что она же состояла из двух частей. Когда она в ответ на вопрос сказала, что у нас в СССР секса нет, то большой шутник, надо сказать, Познер, он как-то так это перевел в такую комическую форму, и все начали хохотать. И окончание фразы, оно потонуло в хохоте. А окончание фразы звучало так, у нас в СССР любовь. И надо сказать, что фраза-то совсем не глупая. Ведь действительно в той нашей советской цивилизации отношения между мужчиной и женщиной были более бескорыстные, более романтичные, там, меньше был денежный, так сказать, замешанный интерес и так далее. Это я не идеализирую, но, тем не менее, это так. Вот. И она была по-своему права, эта женщина. И вот в этом моем названии как раз и реализуется вторая половина этой фразы. И вот, чтобы понять вот этот двойной, тройной смысл этого подзаголовка, просто надо весь роман прочитать. И вот, читая последнюю главу, читатель согласится? Да. Да. Вот. Понятно, что имел в виду автор, давая вот этот вот подзаголовок. Я знаю, что одно из самых сложных испытаний для писателя как раз таки, ну, вот, как преподнести в романе любовные сцены, вот, как вы считаете, кто, ну, на этом ли проверяет, насколько вот язык позволяет, русский язык позволяет, описывает, а не скатываться в какую-то пошлость, скабрезность? Надо сказать, что вообще у русского языка, литературного русского языка с эротической лексикой, в общем-то, достаточно ситуация проблематичная. Это, в общем-то, связано с историей нашего языка, с тем, что долгое время наша литература была не светская, так сказать, а религиозная. Это связано с тем, что больше столетия интимные свои переживания высший литературный, так сказать, класс осуществлял на французском языке. Вот. И интересно, что интимная переписка Александра Второго Освободителя со своей, значит, гражданской, так сказать, женой княгиней Юрьевской, она осуществлялась на французском языке. То есть, вот интимные свои проблемы они обсуждали на французском языке. И когда эта переписка, кстати, сейчас хранится замечательного французского русиста Рене Гера. И мы с ним как-то, я когда гостил у него в Ницце, он, значит, мне прочитал несколько фрагментов из этой переписки. Она действительно, ну, это, так сказать, очень откровенная переписка. И он мне, французского я не знаю, и он мне перевел, ну, какими-то, так сказать, такими нелитературными словами, что обсуждали, так сказать, эти, скажем так, знаменитые любовники, и сказал, говорит, вот, как это перевести на русский язык? Я понял, что это на русский язык, не, как бы, нанеся урон, значит, общественной нравственности, перевести практически невозможно. А по-французски это, так сказать, вполне литературно, понимаете? Вот. Поэтому русскому писателю, который вот прописывает эротические отношения своих героев, а я учился, конечно, и у Бунина, этому, и на Бокову, ему приходится каждому создавать свой эротический язык за счет метафор, сравнений, за счет оказиональных неологизмов и так далее, и так далее. Вот. И я этим начал заниматься довольно давно, еще в соприсоветской власти очень популярно было в народе мое выражение, значит, из повести о пофиге, где герои, значит, свое, так сказать, интимное, значит, общение называли «Мы голосуем за мир». Понимаете? И вот страна, когда такой я предложил эвфемизм, и он очень понравился, довольно долго использовался именно вот по назначению. И однажды я разговаривал со своим французским переводчиком, французским, китайским переводчиком, когда он переводил мой роман «Замыслил я побег», и я ему говорю «Профессор Джан, а скажите, вот вы сможете, как у вас с китайским, с эротической лексикой, поскольку у меня в романе много эротических сцен, вы сможете их перевести? На что он мне сказал Юра, у нас в китайском языке столько эротической лексики, что вы там в России, вот, можете быть спокойны, у нас хватит там на много-много таких романов». Вот в китайском тоже нет такой проблемы, вот, если верить специалисту, потому что китайский я тоже не знаю. И каждый раз это испытание для писателя, вот, создать такой свой язык, чтобы это было и откровенно, чтобы это было очень, так сказать, как-то, ну, эмоционально, и в то же время, чтобы это не выходило за рамки литературного языка, за рамки, так сказать, нравственности, потому что литература все-таки должна существовать в рамках нравственности, там, одного маркиза досада вообще на одну национальную литературу вполне достаточно, больше не надо. А вот, если говорить о вот этой действительно ностальгии по Советскому Союзу, сейчас вот, отмечается 30-летие Балтийского пути, вот, как раз, когда мы принимаем звонки, часто чувствуется, что многие люди, которые, ну, да, действительно, то есть, есть вот это ощущение ностальгии по тем временам, когда, может быть, были другие отношения, другое какое-то отношение людей друг к другу. Вот как вы думаете, вот, насколько все-таки литература, современная литература, она смогла осмыслить вот эту переломную эпоху, потому что, вот мне кажется, что вот задача, цель литературы, она вот в этом вопросе как раз не была выполнена. Вот я не так много книг читал, которые бы пытались как-то объяснить и попытаться, что же случилось-то с эпохой и с людьми. Ну, я-то, в общем-то, скажу, безобиняков этому и посвятил свою литературу. В общем, я вот все эти годы, я пытаюсь это понять, разобраться на примере каких-то судеб моих героев, каких-то семей, так сказать, их и так далее, и так далее. И практически в каждой моей вещи событие происходит в двух планах, так сказать, это сегодняшний день и это советское прошлое. Я обязательно рассказываю советское прошлое, герои, его семьи, их отношения, там все, вот, там, скажем, в романе «Грибной царь» это вот, кстати говоря, там, вот есть героиня, у которой, значит, латышские, так сказать, корни, и ее дед Красный Эволд или Кровавый Эволд, как его, так сказать, называли другие, он был одним из тех, кто устанавливал советскую власть и очень жестоко, так сказать, ее защищал от врагов своих, так сказать, политических, и вот там, так сказать, вокруг этой истории, этого Красного Эволда, в общем-то, в известной степени вот этот второй план сюжета вращается. Да, действительно, в современной литературе мало честных попыток разобраться вот в этом и в позднесоветской власти, и вот в этой трансформации, в том, что хорошо, что плохо. Это связано со многими вещами. Ну, во-первых, это связано с конъюнктурой, потому что все 90-е годы была установка в Советском Союзе, в России, очернение, так сказать, Советского Союза и Советского Прошлого. Ну, писатели – люди слабые, понимаете, некоторым хочется премию получить, потому что премию давали за это, за объективный рассказ о Советском Прошлом премии не давали, грантов не давали, вот, на лекции в зарубеж не приглашали, и многие, так сказать, на этом, так сказать, сломались, но, к сожалению, эти вещи, они оказались недолговечны, потому что любая ложь в искусстве недолговечна, даже если за эту ложь дают премию «Большая книга», «Ясная поляна», там, «Укеры» и далее по списку. Вот, сейчас эта ситуация может быть не такая острая, но тенденция в целом сохранилась, вот этот тренд на очернение советского прошлого, он есть в современной российской литературе, я вот, когда был редактором литературной газеты 16 лет, мы всячески старались, как бы, так сказать, про это писать, показывать, что это, нельзя так относиться к прошлому однобоку, это не значит, что при советской власти все было хорошо, там было далеко все нехорошо, и мои первые вещи, посвященные именно тому времени, они были запрещены, просто, да, и человеческие районы масштаба и так далее, поэтому я-то моральное право, в отличие от многих, имею это право говорить, но я думаю, что уже время для объективного взгляда на эпоху, в том числе на правду о развале Советского Союза, оно уже пришло, ну, уже хватит, как бы, заниматься мифологией, мифология, она хороша на в период, она вообще никогда не хороша, но, по крайней мере, она оправдывается в период острой политической борьбы за власть, ну, тут понятно, тут каждый, кто хочет взять власть, придумывать свой миф, меряется не только количеством избирателей, но и, как бы, красотой мифа, но наступает какой-то момент, когда надо себе честно признаваться, для того, чтобы дальше развиваться, чтобы дальше, так сказать, идти вперед, иначе как, как строить футурологическую модель, если ты себе врешь все про то, что было сзади, невозможно. У нас, вот, есть звонок в студию, я попрошу нашего гостя надеть наушники, здравствуйте, добрый день, пожалуйста, ваш вопрос. Добрый день, Олег. Да, здравствуйте. Добрый день, Олег, у вас есть гость, Виктор, видите ли, парни, в чем дело, вот я отвечу на ваш вопрос, Олег. А вы бы лучше задали вопрос, Виктор. да, вот именно это и важно. Вы сами сказали, почему же, как же, вот этот переломный период, переходный, так слабо освещен. Гость, в общем-то, дал ответ, но самое-то главное в чем, а потом я вопрос задам, самое главное в реализации программы Алина Далеса, ведь квинтэссенция там в чем, мы подменим, обратите внимание, не заменим, потому что это невозможно, даже силой оружия, но подменим их высокие идеалы незаметными инстинктами, и вот отсюда, и вопрос гостю, вот фраза, которую он вспомнил, обрубленная фраза, ведь согласитесь или нет, что демократы и либералы строят свою правду, проводя свои ценности именно вот так обрубая честные фразы. Понятно, спасибо, спасибо, спасибо большое, Виктор, ну, тут я понимаю, скорее реплика, чем вопрос, да, у нас, ну, вот, к сожалению, сейчас время небольшого перерыва, я напомню, что мы после новостей будем, если у вас будут вопросы, принимать звонки, но вы можете задать свои вопросы, просто придите сегодня на встречу конференц-зала Валон, 23-е, число в 6 часов вечера, или завтра, в 24-го августа, тоже в 6 часов вечера, в кафе книжного магазина «Полярис», в торговом центре «Домино», будут вот такие творческие встречи с Юрием Поляковым, вы сможете встретиться, задать ваши наболевшие вопросы, а пока небольшой перерыв. Продолжается программа «Встретились, поговорили» сегодня у нас в студии российский писатель Юрий Поляков, еще раз напомню, можете сегодня в 6 часов вечера в конференц-зале «Авалон» встретиться, и завтра будет встреча в книжном кафе «Полярис» в торговом центре «Домино». Вот, если, действительно, вот разговор у нас немножко коснулся этой темы, если мы посмотрим на список писателей, которые писали в 60-е, 70-е, начале 80-х годов, то просто глаза разбегаются, то есть, вот сейчас, ну, это вот, Трифонов, Катаев, Распутина, Австафьев, Битов, Куджавов, Шукшин, Рыбаков, то есть, ну, какой-то вот широчайший спектр. Сейчас, наверное, вот, если спросить людей, назвать ныне живущих писателей, они вот больше как бы так задумаются, потому что большими тиражами расходятся, ну, наверное, какие-то фэнтези, детективы, серьезной литературы, вот русской литературы практически как-то и нет. Вот чем это вызвано? Какой-то это общий упадок или? Тут есть несколько причин на это. Значит, одна из главных причин это то, что литературу и писатели, так сказать, искусственно оттеснили на периферию информационного, так сказать, пространства. Это было делалось целенаправленно, специально. Почему? По двум причинам. Ну, во-первых, большая часть, так сказать, писателей, она, в общем-то, вот такое реформирование страны с помощью развала и, так сказать, какой-то стремительной капитализации, порой даже бессмысленно, так сказать, стремительной, она встретила в штыки и всячески, как говорится, выражала свое, так сказать, недовольство. Поэтому их, как тогда было принято, говорит, в 90-е годы отключили от микрофона. Кроме того, власть очень хорошо помнила, а кто был за коперщиками, так сказать, вот во всем этом процессе тогдашнем. И в основном это были писатели, причем не только национальные, вот, а и в России то же самое, если вспомнить наиболее таких ярких народных трибунов того времени, это были в основном писатели. И, кстати говоря, знаменитая фраза, что, мол, вы все угрожаете нам отделиться, так сказать, от нас, еще Советский Союз был, а вы не боитесь, что Россия от вас отделится, ее же сказал никто-нибудь, а Валентин Распутин. Понимаете? И вот, видимо, вот это, так сказать, понимание, что писатели, если они останутся в прежнем информационном статусе, они от них, можно ожидать новых, так сказать, значит, дестабилизации, вот этого, так сказать, духовной жизни общества, вот их, так сказать, тихонечко отодвинули, вот, путем соответствующих технологий, вот, и так далее. Это первая причина. Вторая причина падения внимания к литературе заключается в том, что как в 20-е годы была попытка выдавить буржуазных писателей и так называемых попутчиков, которые, между прочим, относили не только Булгакова, Булгакова вообще считали врагом советской власти, а и Горький, Горький был попутчиком, понимаете, вот, тогда был так призыв, так сказать, ударников в литературу там и так далее, вот, считалось, что если вот нагнать в литературу побольше людей, так сказать, пролетарского происхождения, там, вот, бедняков, так сказать, и так далее, то они как бы поменяют, значит, взгляд литературы на реальность. Ну, выяснилось, что из этого ничего, конечно, не получилось, но попытка была. Так вот, в начале 90-х была предпринята попытка создать новую, так сказать, новую российскую антисоветскую литературу. И для этого были срочно по первым очень неудачным, часто, часто таким и не очень талантливым и торопливым книжкам были раскручены новые, так сказать, фигуры литературные. И появились знаменитые писатели, которые, по большому счету, писать не умели. Понимаете? Некоторые были потенциально талантливыми, но просто не успели, так сказать, развиться, потому что слава их ударила по голове слишком в раннем возрасте. А у меня есть такой афоризм, который звучит так, что если слава приходит к писателю раньше мастерства, то мастерство к нему уже не приходит никогда. Вот. И вот эти тексты, им давали премии, их там даже пытались включать школьные программы, читать по ним диктанты, но они несовершенные. А несовершенная литература не может, так сказать, захватить читателя. Понимаете? Книга же, она должна в себя затягивать. А если она плохо написана, как она тебя будет затягивать? И вот резко упавший уровень современной литературы, порой даже неграмотный, вот, он тоже оттолкнул читателя. Понимаете? Вот. И, а поскольку все-таки вот у нас был очень высокий уровень требовательности читателя, я даже помню эти конференции читательские тех времен, там же очень на высоком по гамбургскому счету разговаривали читатель с писателем. И вот уровень стал падать, падать, и просто, так сказать, вот вы назвали имена, я там добавлю там еще Соловухина, Искандера, там еще масса можно написать, но вот из-за этого просто, так сказать, читатель охладел, потому что нет писателей такого уровня сейчас, потому что в известной степени отбор происходил по принципу идеологической не художественности, как ни странно, в постсоветский период, а идеологической, так сказать, правильности, но только правильность, если при советской власти правильностью считалась, так сказать, советская направленность, то после 91-го года, даже чуть раньше, правильностью стала считаться антисоветская направленность, но художественность к направленности не имеет никакого отношения, понимаете, и еще в 20-е годы народ валил валом, так сказать, на не Турбиных, а там на Бильбелицерковского, так сказать, шел очень сдержанно, что страшно обижало этого драматурга, и он писал жалобные письма Сталина, что, мол, уберите Булгакова, он отвлекает от меня зрителей. Да вот вообще в России же была традиция с вопросом, как жить, идти к писателю, писатели остаются сейчас лидерами мнений, или это уже заняли их место, не знаю, блогеры там кто-то? К сожалению, очень мало писателей, которые сейчас даже пытаются на эту тему рассуждать. Они есть, они есть там, я могу там назвать там, ну, допустим, того же там Минаева, там, скажем, вот, там, Козлова, того же там, Терехова, могу назвать, вот, но их очень-очень мало. И, наоборот, писатели сейчас, я даже, это не писатели, я даже им придумал в свое время название, которое, кстати, страшно обидело, но я считаю, что оно правильно, это аббревиатура ПИП, персонифицированный издательский проект, потому что, ну, к литературе это не имеет никакого отношения, но он раскручен, его даже покупают, читают, но кроссворды тоже буквами написаны, никто же этой литературе не считает. Так вот, у них совершенно другая, так сказать, система отношений с читателем, я помню, как-то шел мимо книжного магазина, случайно зашел в какую-то книжку и была встреча с одной очень известной писательницей, которая пишет иронические детективы, вот, о чем она разговаривала с читателями, целую встречу, о том, как она ухаживает за своей баллонкой, понимаете, ну, я допускаю, что такой встречи может какой-нибудь известный кинолог, так сказать, какой-то, так сказать, заводчик какой-то говорить, но в нашей традиции, чтобы писатель целую встречу говорил читателям о своей баллонке, это анекдот, но мы в таком анекдоте в литературе теперь, к сожалению, живем, не знаю, как у вас, я говорю о России. Кстати, вот говоря о нас, как вы думаете, вот, латышская литература, в свое время ведь, ну, каждый образованный человек хотя бы знал, слышал имя Райниса, потому что вот его том, просто том входил в Всемирную библиотеку литературы, которая стояла почти, ну, в каждой интеллигентной семье, стихи переводила Анна Ахматова, ну, по подстрочнику, но вот не самый худший вариант, скажем, для перевода, вот сейчас латышская литература оказалась обрубленной от огромного рынка, вот, что может произойти с литературой, если она замкнута, ну, вот, там, пять тысяч, это, наверное, вообще какой-то потолок, чего можно ждать. Ну, я вам хочу сказать, что в Москве есть бульвар Яниса-Райниса, а вот в Риге есть бульвар Сергея Есенина? Ну, тоже вопрос. Ну, конечно, вот, пропаганда, вот, и такое, так сказать, ну, как бы, переводы и так далее, или вот литература, так сказать, народов Советского Союза, вот, в частности, латышская литература, была поставлена на очень высокий уровень, я помню, все эти, так сказать, съезды, все эти конференции, все эти книжки и переводы постоянно во всех журналах печатались, это была государственная политика, чтобы вот через русский язык, даже литературам небольших относительно народов и малых народов, потому что переводились практически поэты всех там дагестанских народов, а там же есть совсем небольшие народы, тем не менее, все это тоже переводилось, их, так сказать, талантливые литераторы получали образование в литературном институте в Москве, как, кстати, латышские, так сказать, писатели, это была государственная, государственная такая политика, вот, на развитие национальных литератур, так сказать, культур, сейчас это стараются забыть, сделать вид, что этого не было, но это было, вот, а теперь, ну, как говорится, вот, теперь каждый уже в своем, так сказать, пространстве, я не могу сказать, что я это говорю со злорадством, я говорю не со злорадством, я говорю это с сожалением, потому что переводы национальных литератур на русский язык, неважно, там, балтийских, там, среднеазиатских, там, кавказских, там, я не знаю, северных народов, они обогащали и русский язык, они же через вербальные носители приносили в нашу, так сказать, вот, русскоязычную культуру очень много, так сказать, новой информации, новых реалий, новых сюжетов, новых коллизий, типажей и так далее, то есть, это шло на обогащение русской литературы, точнее сказать, ну, да, русская, конечно, литература, потому что она на русском языке, так сказать, писалась, ну, русскоязычная советская литература, скажем так, потому что во всех республиках были писатели национальные, но писавшие на русском языке, и сейчас вот этот, то, что вот это все обрублено, я чувствую, я чувствую, и русская литература на этом потеряла, однозначно совершенно. А литературная газета, она вот следит, продолжает следить за процессами, которые происходят, ну, в других уже странах, не республиках? Ну, вы знаете, мы, в общем-то, старались за этим следить, хотя литературная газета, это же теперь не государственное издание, ее средства ограничены, все-таки любые переводы, любая какая-то культуртрегерская работа, она же затратная, понимаете, поэтому, ну, что-то пытаемся делать, и пытались, но, конечно, с тем, прежними временами сравнить невозможно, когда на это работало несколько изданий, целое издательство, там, журнал «Дружба народов» и так далее, это была такая мощная, так сказать, структура, сейчас, к сожалению, все это в прошлом, вот, вместе с единым государством. У нас разрываются телефонные линии, вот, сейчас мы будем принимать звонки, я просто хочу сказать, что действительно, меня напоминают коллеги, что у нас все-таки есть в Латвии и улица Пушкина, и Тургенева, и Гоголя, так что... А Есенина? Вот Есенина, может быть, нет, да. Здравствуйте. Добрый день, Александр. Юрий Михайлович, большое спасибо. Я несколько удивлен, что вас пригласили, так сказать, но я просто в шоке. Здесь нас Голливудом и сексом уже закормили, поэтому про это поменьше. У меня два вопроса, и, ну, по сути дела, один. Вот, желание быть русским, вы написали книжку, вы знаете, что здесь выросло уже поколение Z, которые не хотят быть русскими. Это поколение манкуртов. Вот этот вопрос вы желательно бы, так сказать, подготовили и осветили в свете Ленинградского дела. И вот расскажите, как убивали русских, так сказать, я слушал ваше интервью, вот вы про поэта рассказывали, что слишком много у него, так сказать, русскости. И зарубили его на корню. Спасибо. Спасибо, да. Ну, я еще раз хочу сказать, что эта книжка-то у меня «Веселая жизнь», она совсем не про секс. Я объяснял, что там как раз в таком фигуральном смысле используется. А что касается, да, действительно, у меня вышло вот такое большое эссе под названием «Желание быть русским». Она сначала печаталась с продолжением в течение двух-трех месяцев в литературной газете, потом вышла вот отдельной книжкой «Желание быть русским», которую, кстати, мы завтра будем в магазине «Полярис» представлять. Она, так сказать, вот здесь сейчас есть. Она в России большим спросом пользуется, уже несколько раз переиздавалась, сейчас еще вышла в издательском доме аргументов недели вот в сборнике «Быть русским в России». Я там вообще, так сказать, исследую феномен русскости, историю этого, каким образом действительно людей отучают быть русскими, что мы должны делать для того, чтобы не перестать быть русскими и так далее. Это очень такой сложный, очень тонкий, как всякий национальный. И я стараюсь, в общем-то, старался так построить тех, чтобы никого не обидеть, потому что у нас тоже, кстати говоря, есть такая особенность, что если человек вдруг начинает говорить про русские проблемы, он еще говорит «А мы?» Я говорю «Ребят, мы же не про вас говорим, мы говорим про наши русские проблемы. Вы же про свои проблемы говорите, вам никто не мешает, и не мешайте нам». Но почему-то, вот как только заговариваешь о русских проблемах, сразу настораживают. А это что, великорусский шовинист? Да нет, это наши, так сказать, наши этнические, культурно-исторические и прочие проблемы, которые мы имеем право обсуждать, так же, как армяне, евреи, латыши и далее по списку. Не мешайте нам их обсуждать. Но это отдельный разговор, я надеюсь, мы поговорим сегодня и в Авалоне об этом, и завтра в книжном магазине. А лучше, конечно, прочитать эту книжку, потому что я вообще, надо сказать, смею надеяться, пишу лучше, чем говорил. Ну, я понимаю, что как продолжение вот этой темы русские в Латвии, вот они особые русские, должны ли они оставаться русскими, или они должны пытаться встроиться в новую реальность. Вот это, наверное, волнует, я понимаю, людей. Знаете, я вам хочу сказать, что я, конечно, здесь не специалист, и я, в общем-то, в Латвии бываю наездами. Последний раз был, когда мы привозили с театром сатиры, вот мою комедию «Чемоданчик» играли, так сказать, здесь. вот, значит, поэтому я, как говорится, просто не владею ситуацией. Единственное, я хочу предложить аналогию, вот аналогию. Вот попробуйте, скажите, вот любой диаспоре, неважно какой там, можете сами, так сказать, подставить там, вот, живущий там, я не знаю, в Америке, там, в Британии, еще где-то, скажите, вот перестаньте быть, там, скажем, армянами, да, вот армянские, много бритых, ну, это же скандал начнется, начнется грандиозный скандал, как вы посмели, скажите это евреям, перестаньте быть евреем, начнется дикий скандал, который, я думаю, для человека, который это скажет, закончится политическим крахом, который предложит, вот, перестать быть там, евреем-евреями, и правильно, закончится крахом, но сказать русским, перестаньте быть русскими, и слейтесь, так сказать, это нормально, ну, Просто сама логика аналогии говорит о том, что это бред. Русские должны оставаться русскими, в какой бы конфигурации границ они ни оказались. История – это сложный процесс, границы, как мы знаем, меняются часто, и если русские из-за каждой перемены границ будут отказываться от своей идентичности, то это закончится просто исчезновением народа, великого народа, с великой литературой, с великой культурой. Так что, мне кажется, бредовая сама постановка вопроса. У нас разрываются трифонные линии, я вас попрошу снова надеть наушники. Здравствуйте, пожалуйста, ваш очень короткий вопрос. Добрый день, Юрий Михайлович. У меня такой вопрос, я бы сказал, глобально наивный. Вот почему все-таки такое разное отношение к добру и злу? Что вы упомянули писателей времен перестройки, вы как бы обозначили это заангажированностью, что сегодня люди одного и того же круга, образования, возраста, ну, этническая немножко там компонента, она разнистая. Вот, значит, стоят по разные стороны баррикад из пены и урта, доказывают друг другу, что белое это белое, белое это черное, черное это белое и наоборот. То есть вот я этого искренне не понимаю. То есть вот такие персонажи, как Альбатшин, Дарович, они же искренне верят в то, что вот сегодня надо все ломать и опять все начинать строить заново. И так же было вовремя на перестройке. И с другой стороны, там уже Толовьева уже жупил, сделали какой-то фетиш. То есть каждый убежден, что вот правда в том, вот как он думает. И вот я не понимаю, почему люди одного и того же уровня так по-разному разошлись, по разные стороны баррикады. Всего хорошего вам. Мне кажется, что любая политизация, любое обострение борьбы за власть, оно приводит к возникновению взаимосключающих идеологий. Мы это все проходили в стране, которая пережила революцию, гражданскую войну, жуткую схватку за власть в 30-е годы. Понимаете, удивляться этому, я думаю, странно. А водораздел, он связан с разными представлениями о судьбе, так сказать, русской цивилизации. Понимаете, те, кто считает, что русская цивилизация это самоценность, что она должна, так сказать, сохраниться и у нее свои интересы, свой исторический путь, так сказать, свои задачи, они будут вам говорить одно. Те, кто считает, что советская, в смысле русская цивилизация должна стать сателлитом западной цивилизации, придатком его, они будут вам говорить совершенно обратно. И тут уже вопрос выбора каждого. Понимаете, тут навязать невозможно. Это вопрос веры. Это своего рода религия. Своего рода религия. Понимаете? Но я считаю, что моя религия, она более логична, чем их. Вот извините уже. В свое время, кстати, ведь по вашей инициативе вернулся профиль Горького на логотипе. Да, тоже вот изгнали профиль Горького. За что? Да, он был увлечен, значит, этими коммунистическими идеями, был близок к большевикам. А кто был не близок? Эта идея тогда охватила весь мир. И пришла, между прочим, не из Москвы в Европу, а из Европы в Москву и вот в Петербург. Но сейчас, по-моему, к нему меняется ведь отношение. Даже вот Маринина, которая была тоже в студии, она же написала недавно «Горький квест». И она говорила о том, что, боже мой, я вот раскрыла книги, у меня, ну, вот как бы я вот как пелена вдруг спала. Насколько это вот потрясающе. Ну, хорошо, что Маринина, как бы, так сказать, в финале своей писательской деятельности прочитала Горького. Если бы она прочитала в начале, может быть, у нее бы лучше получилось вообще. У нас продолжают вот разрываться телефоны линии. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос. Добрый. Два вопроса, Константин. Первое. Как изжить в обороте языковом термин русскоязычный, который терпеть не могу и заменить на русскодумающие, русскомыслящие, русскопоннимающие и так далее. Русскоязычные уже накладывают какое-то интеллектуальное ограничение, что люди говорят только по-русски, какие-то дебилы, которые не знают языков, некультурные какие-то из тайги вышедшие полумедведи. Первый вопрос. И второй вопрос вот как раз в продолжении сохранения русской идентичности в конференции ООН в определении геноцида пятым пунктом, буква в букву, изложен признак геноцида как погружение, насильственное погружение в другую языковую и культурную среду народа является признаком геноцида. И почему-то действительно русских можно погружать в латышскую культуру, в казахскую культуру, в белорусскую, в украинскую. И нигде не ставится вопрос, и не произносится именно термин геноцид, что это прямой признак геноцида. Спасибо, спасибо. Геноцид был евреев, цыган, кого угодно, но почему-то когда речь идет о русском... Ну, понятно, понятно, спасибо. Спасибо, у нас просто очень мало времени. Ну, насчет русскоязычных, это просто надо действительно вот сесть нам, писателям, лингвистам и подумать, и может быть, действительно предложить какое-то новое, так сказать, словосочетание, даже точнее корни сочетания, но его нужно поймать, потому что язык ничего насильно, так сказать, не принимает. То есть, это надо такое, чтобы язык принял это дело. Но есть вот действительно, ведь нельзя не согласиться, что какой-то феномен, что есть живущие в Латвии, вот, например, армяне, ну, те же самые цыгане, евреи там и так далее, и русские, они могут сойтись на почве, ну, они все знают русский язык, русскую культуру, это как бы то общее поле, в котором они могут найти контакт друг с другом. Безусловно, да, это... Поэтому их вот и называют, ну, как бы вот объединяются. Ну, вот зацепилось вот это слово, сейчас, так сказать, это слово зацепилось. Надо что-то предложить языку, именно языку предложить, потому что там есть свои тайные механизмы, которые или принимают неологизм, или его отторгают. Я сколько раз в этом убеждался. Я этих неологизмов, свою литературную карьеру придумал сотни, понимаете? А зацепилось всего несколько. Вот, ну, почему? Кто знает? Не знаю. В том числе демократы. Вот, зацепилось, понимаете? Вот. Теперь, что касается, так сказать, геноцида, ну, это, так сказать, не будем углубляться, это сложные вопросы, болезненные, но единственное, так сказать, ну, все знают, что отношение к русским у Европы, так сказать, у западного мира – это всегда двойной стандарт. То, что можно им, нельзя русским. То, как нельзя поступать по отношению к ним, по отношению к русским можно. Это было всегда. Это было не только при советской классе, это было и при царе-батюшке, так сказать. Это было всегда. Вот. Что с этим делать? Я считаю, что то, что сейчас делает Путин, это как раз вот, извините за тавтологию, это как раз путь к тому, чтобы все-таки заставить относиться, так сказать, к нам так, как к себе. Понимаете? Но это трудно. Ну, вот раз уж мы чуть-чуть вот эту тему затронули, скажите, пожалуйста, вот протесты сейчас, которые проходят в Москве, ну, вот что это такое, вот по вашему мнению, насколько это действительно широкое, не знаю, движение, это начало каких-то, не знаю, опять попыток перемен или это какая-то другая? Ну, я думаю, что здесь, если коротко, потому что это вопрос очень сложный, болезненный, тут есть две составляющие. Одна из них – это, конечно, продолжение, так сказать, вот этого, так сказать, болотного дела, которое очень щедро, так сказать, финансируется и организационно поддерживается, попытка вот устроить в Москве, так сказать, значит, Майдан, Цветную революцию, вот, и это просто шито белыми нитками, вот, но это было бы просто объяснить только этим. К сожалению, это накладывается на реально накопившиеся социальные, демографические, там, разного рода экономические, очень многие проблемы, в том числе и национальные имеются, унерешенный русский вопрос, вот, и я считаю, что задача сейчас нашей власти, я надеюсь, Владимир Путин, а я был трижды его доверенным лицом на выборах, он найдет, так сказать, в своей команды выход из положения, не дать этим двум, так сказать, в общем-то, процессам, исходящих из разных источников, войти в состояние синергии. Вот этого ни в коем случае нельзя. Вот, и прежде всего нужно решать вот те накопившиеся социальные, там, управленческие и прочие проблемы, которые в России есть, и скрывать этого не надо. Спасибо большое. К сожалению, время нашей встречи подошло к концу, но сегодня вы можете продолжить задавать вопросы в 6 часов вечера в конференц-зале «Авалон», и завтра в 6 тоже часов вечера в книжном кафе «Полярис» в Домино приходите на встречу с российским писателем Юрием Поляковым. Спасибо вам. Всего доброго.